Кремниевая долина – символ прогресса и инноваций. Но как долина стала IT-центром мира? И может ли обычный человек участвовать в развитии будущих Амазонов и Тесла? Документальный фильм от United Traders рассказывает о пути развития подобных компаний и погружает в неочевидные детали их жизни. Ссылка на фильм в описании. Каждый день человечество становится всё ближе к тому моменту, когда мы окончательно исследуем и покорим ближайшие космические тела. Однако в масштабе одной человеческой жизни период, в течение которого всё это должно произойти, можно назвать довольно длинным. И большинство из нас вряд ли застанет то время, когда люди свободно смогут путешествовать на Луну или Марс. Но кроме других небесных тел, во Вселенной сокрыто ещё много всего интересного. И кое-что может находиться прямо у нас на Земле. Сейчас мы отправимся в самые загадочные уголки нашей планеты. И разберёмся с тем, какие опасности скрывает в себе такое загадочное явление, как вечная мерзлота. КОСМО. Первый космический. Вечной мерзлотой называют ту часть верхнего слоя земной коры, которая характеризуется отрицательной температурой пород и почв и никогда не оттаивает. Её общая площадь на Земле составляет 35 миллионов километров квадратных, что для сравнения на 5 миллионов больше, чем площадь Африки. Большая часть мерзлоты находится на севере Америки, Европы, Азии и на Антарктиде. А полностью отсутствует она только в Австралии. Температура мерзлоты никогда не поднимается выше 0 градусов по Цельсию, а глубина иногда превышает 1000 метров. Самый глубокий её предел отмечается в верховьях реки Вилюй в Якутии. Рекордная глубина залегания достигает 1370 метров. Для того, чтобы такой глубокий слой мерзлоты образовался, должно пройти довольно большое количество времени. Для сравнения, за одну зиму грунт успевает промёрзнуть примерно на 1 метр. А если бы зима не заканчивалась, то за год грунт промёрз бы уже на 4 метра. Но с увеличением глубины мерзлота замерзает медленнее. И для того, чтобы её глубина достигла отметки в 116 метров, потребуется примерно 1000 лет. И около 1 миллиона лет для 700-метровой глубины. Вечная мерзлота – это явление глобального масштаба, которое занимает не менее 25% площади всей суши земного шара. При этом значительная часть современной мерзлоты медленно тает. И этот процесс, вероятнее всего, приведёт к огромным потерям для мировой экономики. Считается, что оттаивание может привести к потерям в 43 триллиона долларов к концу 21 века. Основной причиной для такого ущерба может стать увеличение скорости глобального потепления и разрушение фундамента зданий, которые находятся на территории вечной мерзлоты. Впрочем, всего этого может и не случиться, если в течение 21 века человечество будет принимать необходимые меры, сдерживающие потепление. Но возможность такого исхода – это далеко не самое страшное из того, что может случиться. Ведь в мерзлоте сокрыты и другие угрозы, которые могут дать о себе знать в любой момент. Например, в ней могут содержаться застывшие вирусы, возраст которых может достигать нескольких десятков тысячелетий. Или же более поздняя угроза, такая как чума или сибирская язва. В 2014 году российские и французские ученые обнаружили в 30-ти тысячелетней вечной мерзлоте гигантский вирус под названием Питовирус сиберикум, сопоставимый по размеру с бактериями. Он оказался жизнеспособным, но, к счастью, не представлял для человека опасности. Вирус паразитировал только на некоторых амебах, и даже при самом неблагоприятном исходе не смог бы нанести серьезный ущерб местной экосистеме. Однако подобные ледяные находки теоретически могут вызывать небольшие вспышки болезней среди некоторых животных. Так, периодические вспышки болезни под названием вирус морских свинок могут быть связаны именно с таянием льдов. И в результате этого уже не первый год вирус поражает тысячи тюленей в Арктике и морских выдр на Аляске. Кроме того, в прошлом, во время вспышек эпидемии в северных районах, останки животных часто оставляли в земле. И оттаивание этих могильников сегодня представляет для нас большую опасность. Так как болезни вроде чумы могут вскрыться в любую минуту. Одним из примеров такого явления можно назвать вспышку сибирской язвы, которая произошла в 2016 году на Ямале. Тогда это событие связали с аномальной жарой, которая повлекла за собой таяние скотомогильника, в результате чего вирус вырвался наружу. Но в вечной мерзлоте скрывается не только сибирская язва. Например, в 2007 году французские учёные нашли в ней микроорганизмы возрастом до полумиллиона лет во вполне активном состоянии. Кроме того, в 2018 году в недрах замёрзшей мамонтовой горы в Якутии были обнаружены бактерии, возраст которых может составлять 3,5 миллиона лет. На данный момент в каждом регионе вечной мерзлоты стараются обращать пристальное внимание на такие многовековые могильники и делать так, чтобы эти территории не были доступны животным и людям. Возникновение таких вирусов можно отнести к весьма маловероятным угрозам, ведь человечество уже когда-то справлялось с подобными эпидемиями. Но кроме них в мерзлоте скрываются другие секреты. И одним из них является возникновение залежей газовых гидратов, в частности гидрата метана. Данное соединение представляет из себя супрамолекулярное соединение метана с водой, которое устойчиво при низких температурах и повышенных давлениях. Гидрат метана – это наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат. Его запасы оцениваются в 10 в 16 степени килограммов, что на два порядка превышает мировые запасы нефти. Как известно, метан является одним из парниковых газов, и, следовательно, его высвобождение можно назвать одной из причин глобального потепления. Однако же его вклад в этот процесс не сравним с такими парниковыми газами, как водяной пар или углекислый газ, так как метан существует в атмосфере только 10 или 12 лет. Тем не менее, теоретически внезапное высвобождение метана из всех отложений приведёт к резкому росту температур и дальнейшей дестабилизации прочих гидратов, в результате чего будет запущен самоусиливающийся процесс в той же мере неостановимый, как уже начавшийся выстрел из ружья. За таянием вечной мерзлоты последует постепенное усиление парникового эффекта, в результате выброса метана в атмосферу. Затем общая температура Земли будет повышаться, вызывая высвобождение парниковых газов по всей планете. Из-за этого таяние вечной мерзлоты также ускорится, что в свою очередь вызовет неостановимый процесс, постепенно набирающего скорость усиления парникового эффекта. Именно поэтому теорию о возможности такого события называют «гипотеза о метангидратном ружье». В своей исходной форме эта гипотеза предполагает, что так называемое метангидратное ружье может привести к самоусиливающемуся внезапному глобальному потеплению, которое может произойти в течение времени меньшего, чем время одной человеческой жизни. Предполагается, что такое разложение метангидратов когда-то уже могло приводить к резким изменениям океана и атмосферы Земли. И в результате подобных процессов случались массовые вымирания. Главный результат высвобождения метана – это рост температуры. Считается, что это могло стать основным фактором потепления на 6 градусов по Цельсию во время пермского вымирания. Кроме того, существуют теории, которые предполагают, что высвобождение метана приведет также и к снижению доступного количества кислорода в атмосфере. При таком сценарии, благодаря тому, что нынешние уровни СО2 в атмосфере уже достигли высоких отметок и продолжают расти с постепенным ускорением, дестабилизация гидратов метана может стать неконтролируемым механизмом с положительной обратной связью, который приведет к опасному увеличению температур. Значительное и постоянное увеличение температуры океана в конце концов выльется в нагрев отложений под морским дном и как следствие к распаду самых глубоких слоев гидратов метана. Однако для того, чтобы это случилось, потребуется несколько тысячелетий. Недавние исследования, проведенные в Сибирской Арктике, показали, что уже на данный момент освободились миллионы тонн метана, по-видимому, за счет разрывов в вечной мерзлоте на морском дне. В результате его концентрация в некоторых регионах выросла более чем в 100 раз. Современный уровень выбросов метана ранее оценивался как 0,5 мегатонны в год. И на данный момент еще не менее 1400 гигатонн углерода заперто в виде метана под арктической подводной вечной мерзлотой. Нельзя не учесть, что периодическое таяние мерзлоты уже неоднократно случалось в истории нашей планеты. И некоторые исследователи полагают, что нынешние процессы вряд ли обернутся для нас чем-то губительным. Но так или иначе, влияние человека на окружающую его природу нельзя оставлять без внимания. И во все времена мы будем вынуждены следить за тем, чтобы наше взаимодействие не становилось для природы все более губительным. Друзья, как вы могли заметить, в последнее время мы все чаще делаем ролики про нашу планету. И стоит отметить, факты о ней являются не менее интересными, чем информация, которую мы узнаем о наиболее удаленных объектах в космосе. Наша планета – это удивительное место. И чем больше людей узнает о том, как она устроена, тем выше станет вероятность того, что мы проживем на ней еще не одно тысячелетие. А если вы разделяете эту позицию, поддержите наш ролик лайком или комментарием. Нам это будет очень приятно. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok